Всем привет! Меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра! Да-да-да-да-да, я знаю, что я была, как сказать, виноватой, потому что очень долго не снимала видео про фавориты, и не буду оправдываться, не буду, в общем, говорить, почему то-то, в общем, всё не важно. Важно то, что наконец-то я собралась, и несмотря на то, что у нас на дворе уже месяц май, всё-таки я хочу снять видео про фавориты апреля, так что если вам интересно посмотреть, что мне нравилось, что я любила, какие вещички в месяц апреля, то, конечно же, оставайтесь смотреть это видео. Хочу вам показать вот такую мицеллярную водичку, она от фирмы Микса, я не знаю, как правильно её читать, потому что это мицеллярная водичка французского бренда, то ли Микса, то ли Миха, но, в общем, раньше она у нас в стране была не представлена, насколько я знаю, по крайней мере, я её не видела, и тут, почему она мне приглянулась, потому что тут написано, что она антиреднос, в общем, против покраснений для лица и глаз, для чувствительной и кожи, которая склонна к различным проявлениям негативным окружающей среды. Мне она очень нравится, она очень мягкая, она хорошо снимает макияж, не оставляет никакого такого, знаете, жирного, никаких жирных следов на коже, не имеет никакого запаха, вы уже можете посмотреть, я использовала половину бутылочки, так что могу посоветовать, хорошая вещь. Румяна от фирмы Golden Rose, я давно... Golden Rose... Golden Rose? Я давно искала нужный мне оттенок румян, вы знаете, у меня были... и до сих пор у меня есть румяна Королиста, у меня есть румяна от Sleek, у меня есть румяна от NYX, и купила я недавно себе румяна от H&M, но всё мне как-то не нравился оттенок, потому что то они были слишком коралловые, то они были слишком розовые, а я хотела, знаете, такой оттенок припылённой розы. В итоге зашла я в Дрогос, опять-таки наш магазин, где у нас продаётся косметика, ну такая бюджетная косметика, и наткнулась на эту фирму Golden Rose, это вообще очень бюджетная косметика, я помню ещё её с своих тинейджерских лет, потому что когда, знаете, особо денег не было, можно было себе позволить что-то очень бюджетное. В итоге мне она приятно удивила, эти румяшки, они у меня сейчас, кстати, на лице. Это очень лёгкий эффект, ну в принципе, они, знаете, они хорошо наносятся, они хорошо пигментированные. Лёгкий шиммер у них есть, и цветом мне они просто своим убили. Это то, что мне как раз нравится, это такая припылённая роза. Вы можете их сделать поярче, вы можете их сделать послабее, как вам нужно. В общем, я в месяц апреля и уже сейчас, в начале мая пользуюсь ими, и действительно очень довольна. Обалденное сочетание цены и качества. Те, кто смотрит мой канал, наверняка видели моё видео про то, как я покрасила волосы в этот фиолетовый оттенок. И там же, в этом влоге, я говорила о том, что я зашла в магазин селективной парфюмерии, и ради того, чтобы понюхать духи манталь, потому что все их так нахваливают, они такие знаменитые, всеми любимые и так далее. И там, в общем, в том видео я сказала, что на меня они никакого впечатления не произвели, что я вообще не понимаю, в чём весь прикол, почему это всё так раздуто. Но, вы знаете, на следующий день я проснулась, и я помню, что я нанесла эти духи себе куда-то вот сюда и на запястье. И я понюхала своё запястье, несмотря на то, что я приняла душ, я помыла руки, и у меня запястье пахло этими духами. И оно пахло настолько приятно, вот этот шлейфовый аромат остался просто необычайным, что я на следующий день побежала всё-таки в этот магазин. Для тех, кто из Рики, этот магазин называется Neroli. Он находится напротив супермаркета, не супермаркета, а торгового центра галерея Рига. И купила себе духи Монталь. В общем, да, это они. Духи Монталь Роузес Маск. Я их подсмотрела у Лены 864, она их буквально расхваливала, пела им дифирамбы, и я решила попробовать тоже. И они мне безумно нравятся, очень классный аромат. И вы знаете, этот аромат, он такой... Во-первых, он долго держится. Во-вторых, он очень интересный, он необычный. Я очень много комплиментов тоже получила про этот аромат, потому что людям действительно... Интересно даже, что это такое, потому что, вы знаете, ну... Всё-таки я могу сказать, что нечасто такой запах встретишь. Он не навязчивый, он... Вот, знаете, эта роза не кричащая такая роза, которая вот напоминает какую-то такую, я не знаю, старость, хотела сказать. Но, в общем, мне роза никогда особо не нравилась. Я не была никогда фанатом аромата розы. Но вот эта роза, она необычная, она очень интересная, она классная, она... Я бы не сказала, что это свежий аромат, но он, безусловно, конечно же, цветочный. И он очень-очень долгий. Написано, что это Eau de Parfum, то есть, да, парфюмерная вода. Могу сказать, что когда вы её наносите, она прям очень маслянистая. Поэтому, видимо, она вот на такой масляной основе. И вот, когда вы наносите её на шею, первый раз я нанесла её... Моё самое любимое место, куда наносить духи, это вот сюда вот. Мне сказала одна девочка, что когда вы наносите духи себе на шею, вот сзади, где эти маленькие волосёнки растут, то тогда ваш аромат раскрывается как-то больше, лучше, и стойкость духов продлевается. В общем, я очень долго всегда наношу духи, наносила, и до сих пор наношу именно вот на это место. И действительно, когда вы, знаете, идёте, у вас волосы развиваются, и вот такой шлейф. В общем, очень классный такой эффект. Но так как они дико масляные, я потом вот так вот трогаю себя сзади, думаю, что у меня какой-то жир непонятный, я же помыла голову, что происходит? Оказывается, что да, это масло всё-таки, оно действительно, ну, как бы масло, оно есть масло, да? Поэтому будьте осторожны, не попадайте этими духами себе на одежду, но в остальном, конечно, просто муа! Не знаю, как вы, но я являюсь фанатом благовоний. Я имею в виду вот такие вот палочки индийские, мне очень они нравятся, они придают классную такую атмосферу, неимоверно приятный аромат. Но не все. Есть, конечно, очень такие вонючие, очень противные, от которых, знаете, заходишь и думаешь, что какая-то, не знаю, бабка старая сидит там, жжёт непонятно что. Ну, в общем, не все, но, в принципе, я давно очень любила вот эти все парфюмерные эссенции, не знаю, как они называются, по-моему, эссенции, да. В общем, мне нравится вот эта конкретная палочка. Это палочка с жасмином. Очень приятная она, очень такая необычная, я бы сказала, немножечко даже, как это сказать, эротическая, ну, в хорошем плане. То есть, знаете, она такая прям расслабляющая, тебя очень настраивает на какие-то такие приятные, расслабляющие мысли, тебе как-то так становится хорошо, как будто ты находишься в каком-то спа-салоне. И, да, я её обычно использую с такой вот обычной палочкой деревянной, вставляю и моя комната благоухает. Следующий фаворит это моя куртка Парка. Я просто от неё без ума на самом деле. Я не знаю, как вам передать мою любовь к этой куртке. Это просто какие-то тёплые чувства. Просто я давно мечтала купить себе куртку Парку, но у нас в Латвии я как-то не могла себе найти ничего такого, чтобы мне зацепило глаз, чтобы мне действительно приглянулось. И, в общем, заказали мы её на Амазоне. Я увидела на Амазоне эту куртку на манекене, короче, не знаю. Мне она безумно понравилась. И с тех пор я из неё просто не вылезаю. Я её ношу днём и ночью. Я её носила на Мальте, когда я была. Я её ношу сейчас. Она лёгкая, она классная, она ко всему подходит. Мне очень нравится её цвет, цвет хаки. Мне кажется, что мне по цветотипу этот цвет очень хорошо подходит. Так что, да, я её не снимала. И, я не знаю, у нас такое лето, знаете, в Латвии, что я думаю, что она и летом мне пригодится. То есть, такая универсальная куртка на зиму, на лето, на вообще все случаи жизни. Очень классная. И, да, я её просто обожаю. Дальше хочу вам показать солнечные очки. У меня эти очки от фирмы Reserved. Я их купила перед Мальтой. И сейчас у нас в Латвии тоже уже за окном достаточно солнечно. Так что, в самую пору уже носить солнечные очки. Мне они безумно нравятся, потому что у них, видите, вот такое у меня камера сейчас там отражается. Они такие, ну, отражатели, короче. В общем, смотрятся очень круто. Мне многие спрашивали тоже, где я их купила. Мне нравится также такой леопардовый принт у них. В общем, они смотрятся очень необычно. Они смотрятся, я бы сказала, достаточно дорого. Хотя, это магазин такой, знаете, ну, никакой не брендовый. Я думаю, Reserved все о нём наслышаны. Но я их очень люблю. И также на Мальте я очень много комплиментов по поводу этих очков получала. Так что, загляните, если у вас есть магазин Reserved. Если вам такие очки нравятся, может быть, вы ещё на них наткнётесь. Хочу вам показать украшение, которое мне очень тоже нравилось. Я его приобрела в магазине. Это такой чокер-некласс. Его нужно, ну, естественно, носить на шее. Я не буду пока его застёгивать. Но, в общем, это такая розочка. Ну, конечно, не с этой майкой, да. Её нужно сочетать, наверное, с каким-нибудь другим аутфитом. Но, в общем, она мне очень нравится. Она такая необычная, она романтическая. И мне нравится этот материал. То есть, сама розочка, она выполнена из кожи. Ну, как бы, это, конечно, не настоящая кожа. А вот эта вот ленточка, она сделана из бархата. Ну, как бы материал под бархат. Очень красивые такие нежные пастельные тона. В общем, я обожаю такие тона. И, знаете, если у вас одет какой-то обычный невзрачный аутфит, и вы добавите такую небольшую деталь, мне кажется, будет смотреться очень интересно. И также люди замечают, люди обращают внимание. Я прям иногда, когда я её ношу, я замечаю, что люди, когда со мной разговаривают, они смотрят вот так вот куда-то вниз на эту розочку. Потому что она, ну, привлекает внимание. Хочу вам рассказать про свой любимый фильм, точнее, сериал. Всем фанатам Marvel комиксов, я думаю, должен понравиться. Этот сериал называется «Джессика Джонс». Я на него наткнулась совершенно случайно, так как я смотрела различные сериалы на Netflix. Я вам уже в предыдущих каких-то видео рассказывала, что я подсела на фильм «Оранжевый хит сезона». И, в общем, я гуглила что-то, какие-то интересные сериалы на Netflix. И, в общем, там обнаружила сериал «Джессика Джонс». Он снят по комиксам Marvel. Я являюсь большим фанатом комиксов Marvel. И, в общем, я думаю, что этот фильм вышел, по-моему, в прошлом году. То есть, это не самая такая новинка, насколько я знаю. Но мне он безумно понравился. Он просто, не знаю, он классный. Я его посмотрела на одном дыхании. Посмотрела, мне кажется, его за три дня. Да, потому что, ну, как бы, не могла. Я не могу, когда я скачиваю, короче, все эти серии, я не могу вот так вот, если мне дико нравится сериал, я просто не могу с собой совладать и смотреть, например, одну серию в день. Мне нужно сразу посмотреть. И я просто настолько действительно на него подсела. Но также, опять-таки, если не нравится вам Marvel, если вам не нравится комиксы, если вам не нравится фантастика, то, скорее всего, вам этот сериал не понравится. Но что мне, чем мне он именно приглянулся, так это тем, что он снят достаточно реалистично. То есть, да, конечно, он про супергероев. То есть, там, Джессика Джонс, у нее есть сверхспособности. Но он снят очень приближенно к реальной такой жизни. То есть, он супергеройский, но все-таки с такой жилкой реальности. И мне очень нравится главная героиня. Мне кажется, они просто подобрали идеальную актрису на эту роль. В общем, меня вот действительно заинтересовало. Мне очень жалко, что я его так быстро просмотрела. Но, кстати, сейчас вышел Daredevil 2, Сорвиголова 2, и я его буквально уже начну смотреть сегодня. Я уже скачала все серии. Нелегально, но да, я это сделала. Так что, в общем, да. Это был мой такой фаворит из фильмов. Я думаю, все. На этом мы закончим. Я вам рассказала про свои фавориты месяца апреля. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Я буду стараться снимать для вас чаще видео на камере, на камеру на штативе, потому что очень многие ругаются, что я снимаю на айфоне, что там все трясется. Я знаю, что это, конечно, не самое лучшее качество, что это не самая лучшая подача картинки, но я стараюсь хоть что-то выкладывать, потому что, ну, как могу, так и делаю. В общем, буду стараться делать для вас более красивые, более качественные видео. Заходите на мои социальные сети. Пожалуйста, заходите на мой Инстаграм. Я стараюсь тоже экспериментировать, стараюсь укладывать туда классные, интересные фотографии. И да, спасибо еще раз, что посмотрели. Я вам желаю отличного дня и прекрасного настроения. И мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока!